добрый день меня зовут Елизавета я врач-дерматолог рада приветствовать вас в нашей клинике насколько я вижу вы постоянный пациент часто бываете у других врачей проходите осмотры это замечательно насколько я вижу сегодня вы записаны на анализ кожи лица ко мне позвольте поинтересоваться какая причина вас что-то беспокоит есть какие-то недовольства состоянием кожи в чем дело я запишу это ясно ясно да и как давно это передшествовал ли это какой-либо стресс переезд какие-то переживания может быть болезнь да ясно ясно по крайней мере можно понять чем это было вызвано так и расскажите как вы ухаживаете за кожей лица ясно хорошо ясно да запишем это все так хорошо теперь я вам расскажу как будет все происходить сегодня я для начала очищу вашу кожу я вижу что у вас нет никакого макияжа но просто чтобы очистить от пыли грязи и кожного сала я все-таки пройдусь мицеллярной водой затем я осмотрю ваше лицо в перчатках и в стермотоскоп осмотрим более подробно все так и затем я составлю карту вашего лица да обозначу где какие проблемы я заметила и мы тогда будем думать что делать может быть надо будет сдать какие-либо дополнительные анализы вот я возьму такой материал она от Ларош Безеи для чувствительной кожи 8 с помощью этих вазных рисков с помощью этих вазных рисков вы меняете из наших кожи сейчас он будет убрать волосы волосы чтобы они нам не мешали очистим очистим ваше лицо вот так отлично сейчас я надену перчатки у вас нет аллергии на латекс потому что это латекс на перчатке ну знаете, бывает вот так для начала я просто про это все прощупаю поверхность кожи пальчиками вот так вот так с этой стороны так 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 подбородок и вот здесь так поднимите немного подбородок так да, вижу вижу теперь стермотоскоп я буду аккуратно прикасаться кожей кожи незаметно вот так вот так 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 и вот здесь на скотче и вот здесь сейчас я пишу что я отмечаю для себя и вот здесь и и и и и и и теперь с помощью такого примера мы создавим карту вашего лица здесь как видите лицо разделено на различные зоны лоб переносица нос и треугольник щенки около глаз кожи уши скулы подбородок нижие вот получается всего 14 зон и я отмечу все проблемки, недостатки какие-то беспокойства схематически отмечу потом мы с вами обсудим это хорошо так вот сейчас я буду на вас внимательно смотреть чтобы вспоминать и отметить все что я увидела так так Добавил субтитры DimaTorzok сейчас я вам представлю карту вашего лица как вы сказали, у вас основные беспокойства были высыпания на лбу и на подбородке это я отметила здесь, в принципе, на лбу немного более интенсивное воспаление, чем на подбородке вот за тем, что я заметила, очень важная это сухость здесь зоня переносится, вот здесь большая сухость и также крылья в нос вот здесь крылья в нос также под глазами зона глаз кожа под глазами очень тонкая не нуждается в увлажнении у вас она немного пересушена стоит обратить на это внимание излишняя жирность у вас есть вот здесь вот на лбу на лобике и на носике в принципе сейчас мы очистили кожу даже просто материальной водой и это не так заметно я бы сказала, что у вас есть недостатки в уходе вы, скорее всего, пересушиваете у вас кожа комбинированная вы, возможно, используете средства, которые больше подходят для жирной кожи вам все-таки надо бережно относиться к ней не пересушивать используете продукцию именно для комбинированной или даже для нормальной кожи для чувствительной носа сейчас чувствительная это может измениться если мы подберем правильный уход у вас изменится тип кожи может стать нормальным но ни в коем случае не используйте ничего для жирной кожи также вы сказали, что кремом увлажняющим вы пользуетесь только на ночь я бы вам порекомендовала настоятельно использовать его также утром может быть другой крем более легкий но все-таки что-то надо использовать увлажняющим под глазки надо подобрать крем тоже можете его использовать для начала очень аккуратно в небольшом количестве вот именно под глаза сверху не надо сильно подвижное веко в принципе это может провоцировать такие припухлости по утру нам это не надо конечно вот то есть с помощью ухода мы разберемся с под этим шевшением злостью и с лишним кишней жидостью так что касается воспалений так как это лоб и подбородок нам надо будет проверить кстати кое-какие анализы проверили некоторые мои предположения да так как это лоб нам надо будет понять еще про ваше питание как вы питаетесь едите ли вы много молочного сладенького ну тогда надо будет сдать анализ на непереносимость некоторых продуктов я выпишу эти анализы и на гормоны тоже вот сдадите анализ и придетесь в следующий раз ко мне сейчас я вам выпишу рекомендации по уходу где-то через недельки две уже начнете использовать до ухода сдадите анализ и посмотрим как изменится картина в целом посмотрим какие изменения и что говорит ваш организм некоторые микроэлементы также надо будет поверить на недостаток сейчас я вам все запишу да может быть у вас какие-то еще вопросы или взял какие-то беспокойства да да посмотрю в следующий раз когда будет все готово нотинер крем вы можете использовать продолжать тот же он достаточно нейтральный и это касается немного да его наносить под макияж за минут пять десять пятнадцать чтобы он успел впитаться я порекомендую вам некоторые некоторые марки и отдельную продукцию можете выбрать на свой вкус это все будет аптечная косметика из того что я вам рекомендую поэтому часто они дают пробники можете зайти просить пробники потестировать посмотреть что вам больше нравится что подходит вот так а с этим вы протираете лицо мацеллярной водой для чувствительной кожи потом умываетесь просто чистой водой промакиваете лицо одноразовыми салфетками наносите тоник вот сейчас я вам тоже порекомендую нейтральный тоник чтобы он был без каких-либо кислот без ничего просто 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 восстанавливаем х кож и протираете тоником и наносите крем это утро вечером смываете макияж например мицеллярной водой умываетесь умывалкой тоже порекомендую здесь умывалку потому что мне кажется ваш который вы используете сейчас достаточно агрессивная для вас нам этого не надо это может больше раздражать вашу кожу и она так реагирует реактивно поэтому нейтральная мягкая умывалка и сытяем все то же самое что утро промакиваете салфеткой тоник крем ваш да рекомендую так менять навалочки каждые два дня и глазить чтобы на всякий случай какие-либо бактерии убивать с помощью температуры я вам здесь написала все эти рекомендации сейчас я вам покажу и дам пробники которые у меня есть из умывалок или вот крема посмотри да сейчас посмотрю что именно вам подойдет так 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 посмотрим что у меня есть для вас подойдет так вот вот этот крем он очень нежный отлично умножняющий просто идеально подойдет вам как мудрый крем обратите мило на него внимание любите я думаю здесь пробником хватит на два-три дня как открою тему ставьте в холодильник а потом заклеить здесь и поставить в холодильник чтобы хватило на два-три дня чтобы вы поняли что вам нравится или нет так затем вот это тоже крем он немного более плотный может быть сейчас на лето он слишком будет плотный для вас но все-таки обратите внимание он может подойти вам на зимний период да вот 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 здесь затем здесь есть маска про маски я с вами не говорила про маски если вы используете какие-то маски на основе глины или даже чисто глины маски я вам настоятельно рекомендую отказаться от них даже если сразу после использования этой маски ваша кожа выглядит лучше она в долгосрочной перспективе не улучшает вашу кожу а наоборот провоцирует оттуда слишком сильную жирность и так как поры стягивает это может приводить к появлению воспалений а вот эта вот масочка она успокаивающая такая очень приятная будет увлажняющая успокаивающая не надо бряться увлажняющим маской она так же сделает вашу кожу немного более мягче затем 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 вот эти две умывалки которые вы будете использовать вечер на одну с них или какой-то другой которую найдете в аптеке ну что-то подобное вы уже считаете что она для кожи которая склонна к академии но так же для чувствительной кожи это ведь то что вам подойдет просто идея это наборчик такой неважен я вам отдаю а сейчас запишу анализ на листке специально вы прямо с этим листком можете прийти в лабораторию прийти в лабораторию и сразу и мы отдаете да хорошо сейчас запишу как я уже сказала это будет стать на гормоны так на переноси я тут я тут 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 и так на это 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 бочки на крыльях и вот это тоже это 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 я вам отдаю этот листок так же и вы запишите сразу на встречу через 3 недели это хорошо и поскорее начните менять свой ход чтобы понять идет ли он улучшение или нет и тогда через 3 недели мы решим следующие шаги которые нам надо будет принять все хорошо договорились отлично я рада нашим знакомству надеюсь у вас будет только улучшение вашего состояния до скорой встречи так и у но как он вернулся он он уже он 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 Продолжение следует...